Друзья, всем привет, Жук и Виталий на связи, и сегодня, как обычно, краткое по делу. Наде разберем предыдущий прогноз и посмотрим, каких же движений нам следует ожидать от криптовалюты. Как прогнозировал ранее, биткоин и эфириум продолжили свое падение, достигли первой цели. Что же нам стоит ожидать на данный момент? Давайте начнем с вами с биткоина. На данный момент биткоин у нас уперся в довольно серьезную поддержку. Поддержка, которая у нас сформировалась от движения с 6 тысяч долларов, это уровень 3500-3600 долларов. Данная поддержка должна себя отработать и краткосрочно, локально, я все-таки жду от нее отскока. Также обязательно стоит учитывать тот факт, что тот уровень, на котором мы сейчас с вами находимся, который я рассматриваю как поддержку, в свое время у нас два раза отыгрывал как сопротивление, причем сопротивление довольно сильное. Первый раз на коррекции после падения 6 тысяч, а второй раз после того, как мы с вами нащупали предполагаемое дно. Поэтому лично для меня тот факт, что мы сейчас прошьем эту поддержку, но для меня довольно маловероятен. Я скорее рассматриваю этот уровень как точку входа для краткосрочных торгов. И отскок до зоны консолидации в уровень 3700 плюс-минус. Будем мы уже пробивать этот уровень, либо отталкиваться, потом ретестировать зону 3500-3600, но сейчас об этом объективно говорить рано. Но все же по биткоину локально я ожидаю движения к уровню 3700 плюс-минус. Также тут можно учитывать то, что трендовый индикатор MACD показывает нам дивер, и локально можно рассматривать небольшой рост. Теперь давайте по эфириуму. В прошлом выпуске я прогнозировал падение. Прогнозировал падение до уровня 120 долларов. Мы пошли чуть ниже. Но все равно мы с вами увидели остановку в рамках канала. И ту сумму, которую я продавал по 136 долларов, на нынешних уровнях я решил перезакупить. В комментариях к прошлому выпуску нашлось довольно большое количество особых индивидуумов, которые, увидев цену 117-118 долларов при прогнозируемой цене 122 доллара, я хочу обратить внимание, начали меня ругать и хаять. Я хотел бы сказать, почему я считал, что 122 доллара хорошая точка входа, и она до сих пор остается хорошей точкой входа. Просто это верхняя точка поддержки предыдущего коррекционного движения. Поэтому от уровня 122 долларов я решил начать там закуп. Если же смотреть эфириум по глобальным поддержкам, то у нас явно сформированная зона, отчетливо видная. Это уровень 120-110 долларов. Также на графике я обозначу свои цели для фиксации прибыли от этого закупа. Напоминаю то, что это короткий трейд. Кстати, еще напоминаю то, что я рассказываю на этом канале, я говорю за себя, ни в коем случае не призываю вас торговать так, как это делаю я. То есть торговать так, как я торгую, или не торговать, как я торгую, это исключительно ваш выбор. Я не говорю то, что все мои прогнозы реализуются по максимуму, но абсолютное большинство реализуется. Видимо, поэтому на канале такая статистика лайков и дизлайков, такая активность аудитории. Также по поводу эфириума хотел бы обратить внимание на то, что куча скептиков мне говорят, что да ты чё, новые монеты появятся, новые монеты будут. Вот два форка, два скама. Что касается Константинополя, 16 января было бы хорошо, если бы он был реализован. Но что-то мне подсказывают, что перенесут. Ну, это мои личные соображения. Не хочу ни с кем спорить. Возможно, он будет. Это не какое-то жесткое утверждение, его перенесут. Но на данной ситуации на рынке я просто не вижу смысла сейчас вот типа пороть горячку. Эта тема будет хороша там на бычьем рынке. Это была бы очень хорошая фундаментальная новость, которая подогрела бы курс. Также, друзья, приглашаю вас на мастер-класс, который пройдет 18 января 2019 года в 5 часов по московскому времени. Мастер-класс будет длиться полтора часа. На нем будут разбираться нюансы инвестирования в криптовалюту. Будет разбор того, почему все-таки грядет финансовый кризис, разбор ошибок начинающих инвесторов. В общем, в сути по анонсу мастер-класс будет довольно интересный. Внизу в описании вы найдете ссылочку на данный мастер-класс. Он бесплатный, там вы можете зарегистрироваться. И, соответственно, 18 января получить ответы на довольно интересные вопросы. А я, в свою очередь, прощаюсь с вами до следующего выпуска. Не забывайте, что лучшая благодарность автору – это ваш лайк, подписка и комментарий. Все самое лучшее. Работаем! Продолжение следует...